Ситуация на рынке меди становится жаркой. Довольно долгое время уровень предложения был чрезвычайно высоким, что в свою очередь оказывало большое давление на рынке слабых экономик. В долгосрочной перспективе в 2016 году на рынке меди, скорее всего, что будет превалировать в основном восходящий тренд. В течение последних 18 месяцев красный металл, медь, находилась под давлением. Медь снизилась в цене после того, как Федеральная резервная система США не исключила возможности повышения базовой ставки на своем декарфском заседании. В то же время Народный банк Китая предпринял меры, направленные на смягчение монетарной политики. В частности, была понижена ставка по кредитам на 0,25% или до 4,35%, а норма резервирования для банков на 50 базисных пунктов. Это немного ослабило опасения в отношении резкого снижения спроса на медь со стороны Китая. В 2015 году такие горнодобывающие компании, как Гленкор и Фрипорт Мак Моррон, довольно сильно сократили свой выпуск меди. Ежегодный объем производства меди снизился на 600 тысяч тонн. Гленкор также заявили о том, что они приостанавливают производство на 18 месяцев на таких рудниках, как Мопани в Замбии и на руднике Катанга в Демократической Республике Конго. По данным аналитиков Ситибанк, в 2015 году общий объем производства меди сильно сократился по всему миру. Такая ситуация была вызвана влиянием различных факторов в зависимости от страны. Как утверждают некоторые аналитики, Китай по-прежнему демонстрирует довольно умеренные темпы роста. Они, конечно же, не такие быстрые, как ожидалось, но особых рисков пока что нет. Китай все так же считается одним из самых крупных потребителей меди на мировом рынке. Около 40% от всего мирового спроса на медь приходится именно на рынок Китая. В январе этого года в Лас-Вегасе прошла всемирная выставка электроники. Такие компании, как Farday Future, Tesla Motors, Ford и Volkswagen представили свои инновационные открытия в мире электроники. Это будущее электроники, построенное на меди. Как только объем производства электромобилей увеличится на миллионы, спрос на медь начнет стремительно расти. Китай делает ставку на атомные электростанции. Для передачи электроэнергии в основном будут использовать такой металл, как медь. Медь станет очень привлекательным металлом в этом году, особенно учитывая текущие цены на медь. Это отличная отправная точка для восходящего тренда. На сегодня все. С вами был я, Йохин Штайгер. Вы смотрели обзор товарных рынков, который был подготовлен для вас с Weiss Resource Capital AG и Dugas KPTV. До свидания.